Это мои пупырки, это мои пупырки, отстань! Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Я думаю, кто часто смотрит мой канал, уже в курсе, что все какие-то распаковочные видео не приехали, либо в инстаграм, либо на влоговый канал. Но сегодня, в общем, так сложились обстоятельства, что у меня сегодня съемочный день, я сегодня снимаю несколько роликов, и так получилось, что только что ко мне приехал курьер, буквально одну минуту назад, привез мне такую посылочку, я не знаю, что здесь, от кого это. Я думаю, что, ну а почему бы нет, почему бы с вами не распаковать, раз уж так сложились ситуации. Как раз я отсняла один ролик, готовилась к следующему, и тадам, курьер, думаю, ну складываются обстоятельства, значит надо. Коробочка кажется большой, но по весу она легенькая. Я даже вообще не знаю, что же, что же, что же здесь. Так, я ее как-то неправильно вскрыла, ну да ладно, как-то вскрыла. Так, пусто. Здесь вот такой сверток, что это? Это пакетик от NYX, ой, круто, я обожаю NYX. Давайте посмотрим, что. Так, здесь вот столько всякого классного. Тени Cosmic Metals. А, круто. Кстати, цвета прям такие осенние, это, наверное, уже осенние коллекции, потрясающие оттенки. Тени. Это, судя по всему, подводка. Waterproof водостойкий лайнер. Дальше это, это, наверное, тушь, тушь для ресниц, да. Софт, так, две помады, блинки, потрясающие осенние оттенки. Давайте, наверное, сразу уже все посмотрим, раз уж так сложилось, у нас, так мельком покажу, потом уже будем подробно все смотреть. Soft Matte Lip Cream, оу, знаменитая, да, оттенок 56 и 19. Обалдеть! Это тоже матовая помада, металлическая. Ну, посмотрите на этот цвет, я обожаю такие оттенки. А, с ума сойти, а это, это матовая жидкая помада, и это матовая жидкая, блин, классно, матовая жидкая помада нюд. Классно, слушайте, блин, я хочу все это попробовать. А, давайте скорее пробовать. Оттенки какие-то реально космические. А, ну, кстати, здесь так и написано, с космикой. С ума сойти, ну, это прям поистине осенняя палетка. Боже, посмотрите, только на эти оттенки. Вот эти первые три, это верхние, а далее, и плюс вот здесь вот сверху, вот он сливается прям с моей кожей, это нижний ряд. Просто потрясающая пагментация, вы на это только посмотрите. Это поистине просто какая-то космическая палетка, нереальные просто тени, шикарные. Как всегда, пигментация NYX, я обожаю их тени, они всегда просто на высоте. Ох, это однозначно моя любовь на осень и прям супер. Мне кажется, да даже не только на осень, мне кажется, этой палеткой и дневной макияж и вечерней, и какую угодно можно сделать, она шикарная. Слушайте, ребят, ну подводка, это стопроцентная просто моя любовь. Я даже не использую ее на глаза, я уже вижу, что это будет моя любовь. Это мой самый любимый формат кисточек. Вы не представляете, наконец-то, наконец-то кто-то стал делать подводку именно с наконечником, не маркером, а именно кисточкой. В формате ручки с кисточкой на конце NYX. Спасибо вам огромное просто за это. Я очень ждала этот продукт, это действительно, это инновация на рынке, это что-то с чем-то. Я не знаю, может быть, у кого-то еще и были, но я ни у одного бренда не встречала именно такого формата. Обычно это маркер, обычно это либо кисточка жидкая подводка, куда макается кисточка, либо это маркер. Здесь же это совмещение вот этой вот кисточки с форматом ручки. Это очень удобно, вы не представляете, просто, девчат, вот советую от души обязательно, обязательно всем к покупке рекомендую. Это настолько удобно. Раньше я за этими подводками гонялась только на сайте iHerb у одного производителя, у которого я нашла. Раньше я всегда там только эту подводку. А теперь можно этот потрясающий формат подводки покупать в России. Еще, кстати, огромным плюсом я могу отметить, что это водостойкая подводка, она стойкая. И это прям все, что я хотела. Это будет однозначно моя самая любимая подводка. Эта подводка мечты просто, просто бомба. Так, тушь, наверное, я пока пробовать и скрывать не буду. Я потом, давайте договоримся, что я вам в инстаграме расскажу о ней. Вот такая вот тушь для ресней. Здесь я вижу слово хайп, значит тушь какая-то будет классная. Здесь, насколько я вижу, должна быть кисточка силиконовая, оттенок Black Noir, маскара, все дела. В общем, вот такая вот тушь. Я пока открывать не буду, потому что, ну вот-вот, я должна свою добить, потому что мне уже несколько открыты. Я боюсь, что просто эта красота засохнет, мне будет очень жалко. Давайте с вами договоримся, что я чуть-чуть буквально попозже в инстаграме расскажу об этой туши вам. Но, зная качество NYX, я в ней просто уверена. Дальше у нас осталось 4 помады. Давайте сначала их посмотрим поближе, а потом я постараюсь вам их показать на губах. Данная помада в оттенке 19. Классический такой спонжик-наконечник. Очень приятный такой персиково-кремовый оттеночек. Мне она чем-то напоминает, как по нанесению какой-то такой суфле. Следующая помадка вот такая, вот в оттенке 19. Очень красивый, яркий, такой универсальный оттенок. Мне кажется, он подойдет абсолютно всем. Следующая помадка в оттенке 56. Также потрясающий оттенок. Он такой, на камеру, мне кажется, почему-то смотрится ярче. В жизни он чуть более приглушенный. И мне кажется, даже не то, что на осень, да и на лето он будет классно смотреть. И последний оттенок чувствует однозначно моя любовь, потому что это прям бомба. Вы смотрите, это бомба, это потрясающий оттенок. Он яркий, он дерзкий какой-то, насыщенный, супер. Оттенки просто потрясающие. А теперь, наверное, я возьму, схожу в зеркало и покажу вам сочи на губах. Очень приятная такая кремовая консистенция. Я бы сказала, только ощущение, что я наношу на губу суфле. Моментально просто, моментально просто становится матовой помада. Губы не склеивает, это огромный плюс. И не отпечатывается на одна на другой. Классно. Оттенок мне нравится. Ну, оттенок не под этот макияж, наверное. Я думаю, что если нейтрализовать вот этот вот розоватый, потом кожа будет гораздо лучше смотреться. Ощущение, что это покрытие такое, знаете, soft touch. Очень-очень приятно, очень комфортно. Довольно-таки стойкая, не так просто ее стереть обычной мицелляркой. Так, давайте приступать к следующей. Следующую я возьму в оттенке SMLC19. Теннис, если я правильно читаю. Очень приятная помада. Кстати, вот по сравнению с предыдущей помадой, намного ложится более легко и более тонким слоем. Если вот эта помада чуть-чуть такая капризненькая, она потолще слоем накладывается, то здесь совершенно можно прям полупрозрачным слоем положить прям клапан. Несмотря на то, что это матовая губная помада, она настолько кремовая, настолько нежная. Она очень-очень комфортная. Такое ощущение, что она даже увлажняющая какая-то, прям классно. Нужно время, чтобы она немножко подсохла. Очень красивый оттенок. Помаду можно положить на губы как такой прям полупрозрачным оттенком. Знаете, легкие, добиться такого эффекта зацелованных губ. Также и сделать плотное, насыщенное покрытие. Классно, мне очень нравится. Дальше попробуем оттенок SMLC56. Все то же, что говорила о предыдущей помаде, могу сказать и об этой. Мне, кстати, кажется, вот эти два оттенка мне очень хорошо подходят. Очень-очень комфортное ощущение на губах. Классно. Очень красивый, красивый оттенок. Давайте попробуем последний оттенок, который меня прям взбудоражил. Оттенок MSMMLT05. Кстати, очень приятная такая крышечка. Soft touch. Ух! А космос. Она металлическая. Это космос. Вау! Помада немного капризная в нанесении. В один такой тонкий слой получается не совсем равномерно. Создается такой эффект неких, не знаю, небольших проплешин, что ли. Но вот в два слоя, посмотрите. Это просто космос. Согласитесь? Как вы относитесь к таким вот ярким помадам? Считаете ли вы это с какой-то смелостью, экстравагантностью? Или для вас это в порядке вещей? Как, кстати, вам такая помада на моем лице нравится, не нравится? Ставьте, оставляйте свои комментарии. Мне будет интересно почитать, что же вы такое напишите. Вот, в общем, не знаю, помада просто космос. Огонь! Буквально через несколько секунд она уже абсолютно такая комфортная на губах. Она подсохла. Она схватилась, она не отпечатывается. Кстати, огромный плюс, она не остается на зубах. То есть туда, куда вы нанесли ее, там она и останется. Это супер! На руках она тоже уже не отпечатывается. И, как я уже сказала, она отлично просто наслаивается в два-три слоя. Получается яркий глубокий оттенок. Блин, мне хочется смотреть в зеркало и не отрываться. Настолько мне понравился этот цвет. Обожаю! Это теперь моя самая-самая-самая-любимая помада. Супер! Просто космос! Вот, в общем, вот такой вот экспресс-распаковка, обзорчик у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok